Садизм как государственная политика, как политика, насаждаемая через государственное телевидение. Еще одна линия атаки на мозги соотечественников – это мракобесие и конспирология. И этому посвящено, пожалуй, ничуть не меньшее эфирное время, чем садизму. Боевые комары, которые обучены нападать только на обладателей российских паспортов, и которые деликатно облетают носителей других паспортов – европейских, американских, украинских, а поражают только россиян. Это уже пройденный этап. На очереди террористы с отключенным сознанием и вживленным в мозг чипами. Дополнители, им отключили сознание. Там, скорее всего, в комплексе действуют психотропные вещества, нейропсихологическое программирование. И, возможно, еще, это тоже показывает экспертизу, может быть, и чипы вставлены. Потому что сейчас нейробиология позволяет, вправляет человеком. Вот эксперимент Илона Маска, когда он из свиней делает людей. А тут наоборот получилось. А тут, значит, комплекс такой сделан. Ясно, что это уже не какая-то просто группа псевдо-ИГИЛа, а это хорошо организованные террористические акты, организованные на уровне западных спецслужб. Только у них есть такие средства воздействия на людей. Понятно. Характерно, что вот этот мужчина, который несет вот эту вот безумную совершенно чушь, это генерал-майор, в прошлом, значит, руководитель российского Интерпола. То есть, в общем, человек это не просто какой-то бомж, который, так сказать, напился боярышник или там нанюхался чего-то и несет вот эту ахинею. Это, в общем, вполне статусный персонаж. А вот что говорит бывший сотрудник СБУ, совершивший предательство и перешедший на сторону оккупантов. Его зовут Василий Прозоров. В связи с ИГИЛу, СБУ налажены давным-давно. В прошлом году я работал в Сирии. Мы делали расследование по фактам контрабанды оружия из Украины в Сирию. Именно исламским радикальным группировкам. И меня поразил там один момент, что связи настолько устойчивые между, скажем, провинцией Идлиб, организациями типа Хизбута-Тахрир, запрещенные террористические организации, что от заказа где-нибудь в провинции Идлиб какого-нибудь вооружения на Украине до поставки его с Украины в Сирию две недели. Тут для понимания того, насколько то, что говорит вот этот предатель Василий Прозоров, никакого отношения к реальности не имеет, не только потому, что это никак не связано с этим терактом. Дело в том, что он заявляет о том, что украинцы спонсируют ИГИЛ в Сирии контрабандным оружием. Когда? Это тот самый ИГИЛ, который был полностью уничтожен в 2020 году. Но вот этот Прозоров заявляет о том, что в прошлом году, то есть в 2023 году, Украина гнала туда оружие контрабанды. То есть, опять-таки, куда Украина, по мнению предателя Прозорова, гнала оружие? К кому? К российским войскам, которые там находятся? К сирийскому фашистскому режиму Басару Асаду? Басару Асаду? Так куда гнала-то? ИГИЛа там давно уже нет. ИГИЛа там нет уже 4 года. Поэтому, ну, врет, ну, собственно говоря, иначе на российском телевидении никак не попасть и не существовать. Свою лепту в это вранье носит, конечно, и уже упоминавшийся сегодня Андрей Луговой. Депутат-убийца Луговой отыскал у исламского государства алиби. И вот, послушайте. Сто процентов заготовленная история в обычной схеме действия британских и американских спецслужб. А потом они уже перебросились на ИГИЛ. При том, что совершенно очевидно, и Верховный четко обозначил, ну, какой ИГИЛ может быть? Когда мы, в принципе-то, не двусмысленно поддерживаем палестинское движение. Мы имеем хорошие политические связи с хуситами. Сейчас идет Рамадан. То есть, я не знаю, честно говоря, на кого это рассчитано. Ну, понятно, что какие-нибудь пожилые, неграмотные, малограмотные женщины в сельской местности, может быть, не знают того простого явления, что, значит, ИГИЛ – это как раз враг и хуситов, и хизбаллы, и хамазов, то есть, всех тех друзей путинского режима, которые, так сказать, являются врагами ИГИЛ. ИГИЛ, в общем-то, с ними враждует, и ИГИЛ, безусловно, является врагом путинского режима. То есть, ну, особенно Рамадан, конечно. Рамадан – это, безусловно, полное алиби. То есть, расчет на абсолютно неграмотных людей, которые просто не знают реальной ситуации, не знают того, что ИГИЛ, безусловно, является лютым врагом России, лютым врагом путинского режима, мстит путинскому режиму еще за Афганистан, за прошлый Афганистан, за афганскую войну 78-го годов, 10-летнюю, за убитых афганцев, ну и за сегодняшнюю ситуацию, за дружбу с талибами, за дружбу с теми самыми хуситами, которые являются врагами ИГИЛ, за дружбу с Хизбаллой и Хамасом, которые тоже являются врагами. Ну и в конечном итоге, главное, конечно, месть за то, что путинский режим, значит, внес свою лепту в лишение исламского государства территории. Фактически, изгнание из Сирии – это в значительной степени тоже заслуга путинского режима, который полностью был союзником и остается союзником Башара Асада, который является, безусловно, врагом ИГИЛа. Так что, ну, попытался человек алиби создать, не получилось. Вернее, создал, конечно, липовое алиби, как все, что они делают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова